Я знаю, что меня смотрят не только те, кто интересуется инвестициями, но и мои коллеги, которые также развивают свои каналы на YouTube и интересуются, конечно же, какими-то примочками, которые я делаю. Это с одной стороны, с другой стороны я рассказываю о том, как заработать через интернет, и тоже меня смотрят. И сегодня я как раз об одном новом сервисе, который появился для того, чтобы зарабатывать через интернет. Итак, здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Недавно я узнал о новом сервисе, который появился для того, чтобы проводить видео-встречи через интернет. Во-первых. Во-вторых, как записывать экран, многие спрашивают. Как продемонстрировать на экране, скажем, что-то, нарисовать на экране что-то, ну, как бы, для проведения презентации. Вот такой сервис. Смотрите, для проведения презентации можно использовать Skype, для проведения презентации можно использовать Zoom. И вот есть еще один сервис, который я сейчас расскажу, для проведения презентации. В чем коренное отличие? Смотрите. Ну, Skype сейчас немножечко изменился, в лучшую сторону, конечно. Вот. Но для того, чтобы проводить встречу через Skype или через Zoom, то та сторона, которая с вами, то есть ваш визави, с кем вы общаетесь, должен точно так же установить либо Skype у него должен быть установлен, либо программа Zoom, и они должны ее загрузить в компьютер. То есть вы должны предварительно договориться, и чтобы этот человек установил это приложение. А вот то, о чем я сейчас расскажу, не требует установки специальной программы, потому что она работает через браузер. Это первое главное преимущество. То есть первое главное преимущество работает через любой стандартный браузер. Второе преимущество, смотрите, это, насколько я понял, все-таки американская разработка, и они решили сделать вот такое приложение для проведения конференций, видеоконференций, которая работает через браузер. И в чем фишка? В том, что основное внимание они уделили тому, чтобы качество изображения, качество изображения, чтобы не терялось и не зависело от количества участников конференции, первое. А второе, ну, чтобы оно было максимально хорошим при плохом соединении через интернет, через модем. Вот это вот основное внимание этому уделялось. То есть вы знаете, что, например, когда через скайп люди общаются, то там, в общем-то сказать, качество изображения оставляет желать лучшего. Ну, с зумом эта ситуация несколько лучше, но, опять же, требуется установка программы. Вот, а здесь не требуется установка программы, то есть через окно браузера. Качество связи не зависит от количества участников, и качество связи очень высокое. И еще одно преимущество той программы, про которую я буду говорить, это удобство, легкость. Вот. Итак, что это за программа? Это профи-конф. Ну, профессионально, так сказать, как бы можно перевести, как профи-конф, профессиональное участие в мероприятиях. Смотрите, здесь очень простая штука. Мы заходим на сайт аппрофи-конф.ком, и там можно зарегистрироваться. Ссылочку выйти у меня в описании или прямо сейчас. Вот. В чем там суть? Смотрите, очень простой сайт. Посмотрите, вот простейший профи-конф, ну, просто вот, как бы, начало. Мероприятия, файлы, и, собственно, все. Можно запланировать мероприятие, можно сделать мгновенное мероприятие. А что еще надо? Больше ничего. Смотрите, мероприятие, мгновенное мероприятие, предстоящее там какое-то. Вот. Давайте берем и сделаем мгновенное мероприятие. То есть, либо запланировать на время, либо мгновенное. Можно вести запись экрана, можно демонстрировать экран, можно демонстрировать видео с YouTube, можно делиться файлами. Вот файлы вот сюда загружаются предварительно. То есть, если я рассказываю о чем-то, например, да, провожу презентацию, то я загрузил туда предварительно файлы, и потом я делюсь с участниками связи файлами. Для кого это может быть интересно? Ну, например, вот дочь у нас сейчас находится на учебе, далеко, и можно ей просто ссылочку кидать и с ней общаться. По, ну вот, путем вот этого приложения, вы уже сейчас видите на экране, как это выглядит. Вы знаете, я попробовал. Я попробовал работать с этим приложением, мне понравилось качество и удобство. Посмотрите, когда я нажал создать мгновенное мероприятие, там ссылочка появилась. Посмотрите, и вот я могу просто раз пригласить участников. Вот она ссылочка. И я беру вот просто ее, ну, либо сюда нажимаю, либо копирую. Все, я скидываю эту ссылочку через мессенджер куда-нибудь там или через e-mail. Тому человеку, с которым я хочу пообщаться, он нажимает на ссылочку, и мы друг друга видим, очень приятно, что вот легко все. Самое главное здесь удобство, понимаете? Пригласить по e-mail, пожалуйста, вот она. И, пожалуйста, уже сразу, ну, я старомодный, я Ctrl-C нажимаю обычно. Вот, пригласить новых участников, пишу e-mail, все, значит, я просто могу их пить, и целую рассылку e-mail. Вот, значит, все, пригласили. Можно выбрать, смотрите, настройки, аудио-видео, участники, демонстрация. Так, демонстрация. Демонстрация. Кто может демонстрировать? Только организатор, все участники. Кто может демонстрировать, если кто-то уже демонстрирует? Только организатор, все участники. Ну, то есть, есть простейшие настройки. Участники. Имя можно менять. Так, дополнительно. Я, честно говоря, тоже даже не смотрел здесь, но я уже пользовался. Вот, смотрите, какое простое управление. Здесь настройки, здесь, честно говоря, я пробовал, особенно ничего не меняется. Плиточное изображение, вот, ну, плиточное изображение. Вот, здесь меняются, ну, как бы, простейшие настройки. Вот, что главное, вот они, участники. То есть, я могу посмотреть, сколько участников, могу управлять участниками. Следующее, чат. Здесь есть, доступен чат, то есть, я общаюсь с кем-то, то есть, презентацию провожу, чат. И следующая демонстрация экрана, посмотрите. Да, вот она, кнопочка рек. Так, мы берем, показывать чат, показывать истории иконки пользователей, показывать только, то есть, вот, начать запись. Все, пошла запись. То есть, элементарная вещь, элементарная. И посмотрите, демонстрация экрана. Я беру и говорю, либо показать, скажем, весь экран. Вот, я беру, говорю, да, поделиться всем экраном. И вот, пожалуйста, я демонстрирую свой экран. У меня говорит, что демонстрируется экран. Вот, я демонстрирую экран, что-то показываю на нем здесь, людям. Ну, то есть, какую-то презентацию, и параллельно я об этом говорю. То есть, скажем, презентация в PowerPoint, значит, и листаю ее, соответственно, предварительно подготовленную, и рассказываю людям. Дальше, прекратить общий доступ. Так, следующий момент в демонстрации экрана, это доска, белая доска. Здесь я могу рисовать, честно говоря, белая доска, здесь достаточно. Убогая, потому что нет текста. То есть, мне, честно говоря, вот этого не хватает текста. Есть только карандаш, стерка. Это что? А, это линии. Овал, стандартный квадрат. Толщина меняется, насколько я понимаю. Ну, давайте посмотрим. Вот, скажем, линия. Проводим линию. Так, линия так проводится, через shift. Нет, shift не работает. То есть, я могу провести линию. Вот. Здесь у меня меняется... Меняется, меняется. Ничего у меня не меняется здесь. Здесь тоже не меняется. Так, ну-ка, стерка. Так, цвет я могу изменить, это уж точно. Вот она. И вот я могу что-то нарисовать. Могу где-то что-то показать. Все это я делаю мышью. Ну, очень легко делается. Теперь я могу дальше еще одну демонстрацию включить какую-нибудь. И, скажем, показать видео на ютубе. Какое-то ссылочку. То есть, вот оно, видео на ютубе. Пожалуйста. Вот, я говорю, поделиться. Вот, можно продемонстрировать какое-то видео на ютубе. И при этом я что-то рассказываю. Вот. То есть, я показываю какое-то видео, фрагмент видео. Я могу здесь его куда-то перескочить. Вот что-то показать. И дальше я могу назад переключиться на белую доску. И сказать, что вот так, вот здесь вот так, 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 так. Вот. Кроме того, я могу здесь добавить... Что еще я могу добавить? Демонстрация. Так, видео на ютубе. Экран, доска, файлы. Я могу сюда впихнуть файлы, которые предварительно загружены. Например, я говорю, что вот я все это создал там в табличке Excel. Табличку Excel вы можете прямо сейчас скачать вот отсюда. Вот они файлы. И люди увидят эти файлы вот здесь в чате. Я думаю, что можно поделиться. Все, ребята, это очень элементарный, очень хороший сервис с хорошим качеством, который позволяет делать изображение. То есть, если вы что-то продаете через интернет, и вы не хотите заморачивать того пользователя, который на другом конце провода установкой программы Zoom или Skype, там есть она у него, нет. Вот она, хороший сервис. Вы подключаетесь к нему, и, собственно говоря, все. Потом вы можете ему скинуть эту запись, которая была. И, ну, чтобы, кстати, напоминашка. Очень удобный сервис для того, чтобы делать какие-то продажи через интернет. Очень полезен для тех, кто занимается продажами через интернет, презентациями бесконечными. Ну, например, это тем, кто занимается в сетевом маркетинге, те, кто занимается в... Те, кто занимается в сетевом маркетинге, те, кто занимается какими-то продажами, те, кто занимается через онлайн продажи, потому что сейчас все переходят в онлайн. Очень удобная штука. Я говорю еще раз, без потери качества. Ссылочку на ее, на нее вы можете увидеть. Есть и какие недостатки. Ну, там, ну, как бы в бесплатном режиме достаточно ограниченный функционал. Запись доступна только в платном режиме, к сожалению. Вот, но там плата небольшая, всего 12 долларов в месяц. 600 рублей, но вот так. Вот, хорошо, бесплатно не бывает. Ну, что я могу сказать? Сам я лично пользуюсь платной программой для, ну, как бы, видеоредактор. И, ну, она сильно дороже просто стоит. Вот. А здесь очень демократично и очень доступны цены. И, что важно, очень удобно. Здесь не требуется. Ну, вот. С зумом у меня проблемы возникают. Короче говоря, когда я говорю, вот там. Короче говоря, иногда уходит до часа времени, чтобы объяснить человеку, как включить микрофон. Здесь таких проблем не было. Люди, которые совершенно ничего не соображают, моментально включались сюда. Вот такой сервис. На сегодня все. Я надеюсь, что это видео будет полезно. Кому-то спасибо за внимание. С вами был Демятков Юрий. До встречи.